Я думала, вот у нас случилась такая трагедия, они там должны не один врач дежурить, а несколько, врача не оказалось. А вот как раз перед этим была смерть мальчика. У нас гинеколог приезжает на вызов к ребенку по вопросам заболеваний. У нас стоматолога вызывают накладывать швы, потому что у нас нет хирурга. Об ужасном состоянии местной медицины готов говорить, кажется, каждый житель Волчихинского района. Похоронив семилетнего мальчика, который умер на той неделе в больнице, люди создали чаты в мессенджерах и начали объединяться с одной целью – изменить положение дел. Корень зла они видят в главвраче. Жители недовольны чем? Конечно, я скажу, главный врач всегда виноват во всех ситуациях. Естественно, смерть ребенка – это страшно, потому что много мам. Естественно, плохо, что у нас нет достаточного количества тех специалистов, которые бы могли оказывать помощь. Но разве это только у нас? По словам главврача, она делает все для привлечения кадров. Но, получив миллион, мало кто хочет задержаться в селе. Неправда. Очень много хороших врачей повыжили. У нас хирургов нет. Анастасия Сергеевна, педиатр. Андрей Хайденович, там много народу. Они все в соседних. Мальчик хороший педиатр был, кореец. В больнице. Специалисты, которые в райбольнице работали, они ведь далеко не уехали. У некоторых остались даже дома, жилье. Они в пятницу приезжают домой, а в понедельник утром уезжают. У Новичиху, в Егоревку. Люди жалуются и на неверные диагнозы. Так, в 2004 году дочери Татьяны поставили страшный диагноз – ВИЧ. В 17 лет нам выписывали лекарство, которое вызывало рвоту по носу. Она таяла на глазах у меня, дочь. Вскрытие показывает. Нет у нас ВИЧа. Вот она. А у нас все органы отказали. А у нас его нету. Я два года терпела вот с этим. Вот с этой болью хожу. Я вся седая стала за 17 лет, что она ей диагноз поставила. Вот это как. Другая жительница рассказывает, как врачи не могли 4 месяца поставить диагноз ее двухлетнему внуку. В Барнауле нам поставили никакие не глисты. У нас было связано заболевание с печенью. За Волчихой поднимаются и другие села. В Островский ФАП развален, Солоновская поликлиника понижена до ФАПа. Часть из жителей признает, что проблема не в местных медиках, а в самой системе здравоохранения. И даже встают за врачей. Я считаю, и это не только мое мнение, что врачи здесь запуганы. Работать где-то надо. У людей кредиты. Естественно, они против нее. Но, насколько я знаю, плачут от нее многие. Всегда, когда нехватка специалистов, большая нагрузка, ну, нормально работает. Это нормальная нагрузка, вполне. Все нормально. А как вы под руководством главного врача работаете? Прекрасно. Я не обижаюсь вообще. Вы готовы покинуть свой пост? Ну, сейчас уйти, это значит сдаться. Это значит сказать, да, я такая плохая, да, выгоните меня. Мы будем доказывать свою правоту всем своим коллективам. Мы пишем письмо, и там будут подписи, которые не голословно будут сказаны. И мы его передадим в прокуратуру, это да. В свои подписи жители Волчихинского района тоже передадут в прокуратуру. Нас народ не слышит и не хотят слышать. Кроме того, 12 февраля люди проведут митинг за отставку главврача. Туда заявлено 500 человек. Активисты народного движения признаются, что переживают за себя и за своих детей. Но перспектива жить в районе без медицины куда страшнее. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.